Только в Альфа-Банке. Кэшбэк 20% за покупки в супермаркетах по бесплатной кредитной карте Альфа-Банка. Альфа-Банк. Лучший мобильный банк. Сегодня мы его расчехляем. Там всё очень-очень-очень плохо. Такая вкусная горчица. Какие-то белые разводы, как будто птицы постарались. Это выглядело очень вкусно. Ребята, прямое включение с места событий. У нас сел гелик, и я не могу его открыть. Единственная открытая дверь, это была дверь багажника, поэтому я сейчас залезаю внутрь, чтобы пробовать его звезти. Так, а тут у нас что? Кто? Блогер. Он простоял здесь, наверное, месяца два под дождём, под снегом. Конечно же, у меня. О, Артурчик! Артур! Ты чё, парбос надо в лох отмыть. Я хай, бля! Дорогие зрители, я рада вас приветствовать на моём канале. И вот я снова с вами после продолжительной болезни. Кажется, не упускала видосы, но, как видите, исправляюсь. Что будет в сегодняшнем видео? Как вы помните, на этой же локации мы мыли этот гелик, и здесь же он превратился в розовый. Но где он и зародился, там он и пригодился, и сегодня мы его расчехляем. По нескольким причинам. Первая причина, потому что скоро лето, и ему будет жарко кататься в такой меховой подкладочке. Во-вторых, как вы помните, где-то вот здесь вот примерно 600 или 1000 саморезов, а ещё жидкие гвозди. И сегодня как раз-таки мы узнаем, что скрывается под этой шерстюгой. Ну и самая главная, третья причина, она уже такого девчачьего... Мужчина едет? Ну, интересные вкусовые предпочтения мужчины. Я ничего не буду говорить, у меня шерстной гелик. И третья причина, мне просто хочется поменять его стиль. А какой стиль? Опять же, пишите в комментариях, потому что я часто читаю комментарии, и я часто оттуда беру своё вдохновение. И вы можете подкинуть какой-то классный день, который я реализую, и вы её увидите у себя на экранах. Это же клёво. А ещё этот выпуск полнительный по другой причине. Я впервые буду снимать с этим гостем. Это моя сестрёнка. Вы её знаете по первой серии Е38, когда мы искали машину в Дагестане. Она там разруливала все моменты, а теперь у нас со мной видео. Покажи свой маникюр. Вот с этим маникюром мы будем сегодня его расчехлять. Какие у тебя вообще ожидания? Мне кажется, что либо там нет ничего, либо там всё очень-очень-очень плохо. Надо просто брать и смотреть. Пишите в комментариях, что вы ожидаете, а мы пока примемся за работу. А сегодня у нас ещё будет Илья, наш помощник большой. Соответственно, мы девушки, мы не знаем, как управлять шуруповёртом. Поэтому нам нужна мужская помощь. И вот Илья будет нам её оказывать. Ребят, паника на Титанике. У нас проблема. Илья, что ты нашёл? ЛКП отходит в месяц. У меня в планах такого не было. Но это прям очень глубокая депиляция, я вам скажу. Смотри, смотри. Просто реальная дыра. Давай репка за репкой. Давай, ты меня тяни, я буду тянуть кожу. Раз, два, три. Стой, подожди, у меня пальцы, подожди. О, пошло, пошло, молодец. О, моя дорогая, это мой первый саморезик. Саморез я не нашла, но мне кажется, что я подырявила только что боковую зеркало. О, это что, арочки? О, нет. Они больше не чёрные. Мой заморезь. Давай представим параллельную реальность. Где я нормальный человек, а не блогер. Скорее всего, я бы его не одевала в шерсть. А во-вторых, я бы его продала. Как раз на него много заявок было. Ну, а где бы ты его продала выгодно? Обижаешь. Конечно, на Авито. Ребят, Авито это сервис, который позволяет продать машину выгодно. И вы только представьте, что ежедневно 5 миллионов человек ищут себе тачку. Поэтому продать свою не составит труда. А ещё Авито запустил конкурс, чтобы вы могли получить дополнительно 2 миллиона рублей от продажи вашего авто. Для этого разместите объявление с 10 апреля по 27 апреля. Нажмите кнопку «Участвовать» на странице конкурса. Всем участникам подарят по 500 бонусов на продвижение на Авито. А 31 мая Авито подведёт итоги в прямом эфире и подарит 2 миллиона победителю. Главное, чтобы ваше объявление соответствовало вот этим критериям. А чтобы было интереснее, участвуйте в реферальной программе. Отправляйте промокод вашим друзьям и получайте дополнительные бонусы. Код можно найти на странице конкурса. А всю информацию и подробные правила ищите на лендинге по ссылке в описании. Переходите по ссылке и продавайте свой автомобиль на Авито выгодно. Четвёртый в нашу коллекцию. Предлагаю высыпать тенгерин. Моя соберение не все с ужином костю, и она потеряла. А ты смотри, как ты неаккуратно всё делала, там ЛКП ещё полетела. У меня, видишь, всё целое пока. Курсы по депиляции быстро и бесплатно. О, зато хорошо пошло. Да, сработал зато. Вот что значит связаться с плохой компанией. Вот Гелик связался с плохой компанией. Его, видишь, в какую жизнь несладкую занесло. О, ещё один. Мишель! Гони мои саморезы! Это всё моё! Нас разоблачили. Ладно, давайте в одну гуську складываем. В принципе, и полировку делать не надо. Здесь столько песка навалило. Как будто он в песчаную бурю попал. Только в Альфа-банке. Кэшбэк 20% за покупки в супермаркетах по бесплатной кредитной карте Альфа-банка. Альфа-банк. Лучший мобильный банк. Ребят, печальные новости подоспели. У нас машина, ну, совсем превращается в труху. Видите, сетка взялась ещё из-за грунта. То есть, тут, понятное дело, была коррозия. Она поработала. Как ЛКП отошло, так и грунт. Я думаю, что дальнейшее его преобразование какое-то должно быть тотальным. Либо делать его в идеал, в сток. Но это займёт столько же времени, сколько, я не знаю, мы Е38 делали и непомеренно денег. Либо же какой-то другой материал использовать. А вот какой, это уже вопрос к вам. Это что за минное поле? Пошла, 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 пошла. Давай, солдат. Мои бархатные тяги помнишь? Что за тяги? Такие бархатные тяги, ребята. Фу, кефтэмэ. Кто смотрит мой инстаграм, знает, какая эпохи есть не была. Двое неизвестных унесли мои бархатные тяги. Меня разрывало от эмоций. Реально сидит, как клещ. Глубоко, и фиг найдёшь. Такая вкусная горчица. Как мы видим, больше всего коррозии в нижней части, около порога, потому что здесь у нас скапливалась вода, и дольше всего сохло это место, поэтому очень сильные рыжики на звезде. Ну и, как мы видим, еще до этих саморезов, также вот на родном у него очень много рыжаты. С куском просто, смотри. Такое ощущение, как будто мы на полпути, уже рядом с финишной, 50% работы сделано. Просто как орешки, все это. Все включено. Ой, мне кажется, капот поцарапало. А, хотя, в принципе, не страшно. Маша, ты извини, чуть не пристрелила. Прошло 3,5 часа, из работы у нас осталось только расчехление крыши, чуть-чуть осталось капота и расчехление зада. Какие-то белые разводы, как будто птицы постарались. Надо помочь Илье с крышей. Так что, залезаем. О, красивый жар. Ура! Ура! Мы на финишной прямой. Осталась только запаска, которая не поддается. И кусочек багажника. Причем, самой запаски там нет, я купую. Хочу напомнить, что это гелик не мой, а БГТшный. И они у меня его выкупили, когда мне нужно было перекрыться с трактором. Я его покупала до дедушки. Я заняла денег у человека, чтобы купить трактор. Я вам рассказывала про этот трактор. Мы будем делать проект с этим геликом совместно с БГТ, как я думаю. Поэтому пишите. В наших силах реализовать любой вариант. Электрогелик. Гелик из обоев. Гелик из штор. Просто самое главное увидеть от вас импульс, что вам это хочется увидеть. Пишите ваши мысли в комментариях. Я все всегда штурдирую, читаю. Мне дико интересно ваше мнение. Поэтому жду вас внизу. Вот, запечатли вот так вот его, да? Потом сравни, какой он должен быть. Что-то особенного вообще ничего не вижу. А тут, блин, ты просто посмотри. Ну, это вообще красопедка такая диковинная. Ну, примерно так теперь выглядит гелик без шеи. Подводим итог. Ситуация не настолько критическая, как я думала. Потому что я думала, что он будет примерно вот таким везде. Потом примерно вот таким тоже везде. Но коррозия нас пожалела. Бобры нас тоже пожалели. Поэтому он выглядит более-менее нормально. Но нормально мы говорим в рамках того, как он потенциально мог выглядеть. Конечно, если на нем выезжать на улицу, что мы сделаем в этом видео. Поэтому досматриваемся до конца. Это будет полный ахтунг. Люди будут в шоке. Еще больше, чем когда они видели его в шерстяны. Хочу большое сказать спасибо моей любимой сестренке, которая мне помогала. Поддержите ее лайком. Это ее дебют такой большой в этом плане. Мне кажется, она достойна хорошего комментария. А еще хорошего комментария достойен Илья. Илья, спасибо тебе большое, что ты нам помог. Ты даже не помог, а сделал, наверное, большую часть работы. Но мы тоже старались. На самом деле, искренне спасибо. Без тебя бы мы точно не справились. Как и без ребят с мойки Кристал Сити. Им большое спасибо, что предоставили помещение. Не переключаемся и едем дальше. Ребят, следующий день настал. И в этот день мы будем смотреть, как эта М4 наваливает рядом с нами. Мы будем, ладно, показывать гелик окружающим. Мы выйдем на нем в город, посмотрим на реакцию людей. И если вы помните первые серии, то люди реагировали на пушистый гелик очень-очень ласковым, нежным взглядом. Кто-то смеялся, дети хлопали глазами, хлопали в ладоши. Но сейчас мне кажется, что реакция будет немножечко другая. А какая именно, мы узнаем чуть позже. Вся эта банка в саморезах из-под гелика. То есть вы примерно представляете масштаб бедствия, если мы будем его устанавливать в идеал. Опять же, пишите в комментариях, что нам с ним делать. Если восстанавливать его в идеал, это будет полная морока. Я просто не представляю, каким образом это сделать. Это будет еще сложнее, чем с Е38. Я пока еще морально не отошла и финансово от нее. Поэтому это пока самый мало хотимый, хочимый мною вариант. Вот. Так что предлагайте какие-то еще варианты, чем его. Там обоими может обклеить. Может его обклеить чешуей. Можно его обклеить кусочками брокколи. И просто у нас будет огромная гелика брокколя. Короче, все зависит от вас, на самом деле. Сколько комментариев будет, самый залайканный мы, наверное, и выберем. Наш даже сверху снимают. На самом деле, мне очень стыдно на нем куда-либо выезжать. Я прям максимально не хочу этого делать. Но я делаю это ради контента. Если бы была моя воля, я бы этого не делала. Короче, сам контент себя не сделает. Что, едем? Прыгай. Кстати, я провела опрос у себя в Телеграм-канале. И очень много подписчиков обрадовались, когда узнали, что я его раздела. Не знаю, может, вырадуетесь, что в таком виде хоть немного непотребно. Но все равно это уже не шерсть, а это уже ЛКП. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это конец старой главы и начало новой. Не знаю, какой она будет, но я знатно кайфую с этих геликовских перевоплощений. Спасибо за просмотр, киндеры. Берегите себя и увидимся в следующем видео.